Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei и это 49 урок. В этом уроке я вам покажу бесплатный модуль, очень полезный модуль, который позволит задержать ваших посетителей на сайте. Как он работает? В последнее время я встречаю такую тенденцию на сайтах очень часто. Речь идет о всплывающем модальном окне, в котором вы должны разместить что-то очень полезное по вашей теме, что-то очень важное, что-то очень ценное. И раньше это было так. Человек через поиск зашел к вам на сайт, провел на сайте секунд 10, а потом всплывало само по себе всплывающее окно с каким-нибудь предложением. То, что я хочу вам показать сейчас, это немножко другое. Окно будет всплывать только тогда, когда человек мышку увел с вашего сайта, например, на вкладку браузера, на крестик закрыть. То есть он пытается закрыть ваш сайт. Или же, может быть, не закрыть сайт, а перейти на какую-то открытую вкладку в браузере рядом. То есть на какой-то, может быть, там другой сайт. В общем, как только мышка переходит за пределы вот этого сайта, только тогда всплывает окно. Сразу вам хочу сказать, что такие окна люди не любят. И поэтому к содержимому данного всплывающего окна нужно отнестись очень серьезно. Вот если у вас, например, сайт о рыбалке, соответственно, на всплывающем окне должно что-то быть такое заманчивое, интригующее. То есть человек к вам не просто так попал, он что-то искал в интернете, в Яндексе, например, про рыбалку, попал на ваш сайт. Может быть, какая-то акция, или вы что-то хотите отдать в подарок. Может быть, какая-то там карта местности, которой там нигде нет, вы предлагаете только ему скачать это. И вот этот весь контент, кнопка скачать, да, это все в всплывающем окне будет, чтобы человека не раздражало. Иначе он может потом к вам просто больше не вернуться. И смотрите, вот я сейчас мышку увожу просто с этого сайта наверх. Например, хочу попытаться закрыть вкладку. То есть я даже не успею нажать на крестик закрыть, окно уже всплывет. Вот я мышку увел, экран затемняется, всплывает вот такое окно, где вы можете вставить практически любой контент, видео, может быть, кнопку, ссылку, форму, например, подписки от какого-нибудь сервиса, типа Smart Responder, да. И у человека есть выбор уйти, то есть есть кнопочка закрыть у этого окна, либо продолжить изучать ваше предложение в этом модальном окне. Я нажимаю на кнопку закрыть, и оно красивым образом ускакивает. Итак, давайте перейдем на наш рабочий сайт и установим данный модуль. Данный модуль вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. И давайте его, как обычно, установим. Я его выбрал с компьютера, он называется J-Bones, и нажимаем загрузить и установить. Модуль успешно установился, перейдем в его настройки, расширение, менеджер модулей. Он у меня сразу наверху, если вы его не видите, да, отсортируйте по ID. Заходим внутрь, сразу опубликуем, выберем позицию на сайте, заголовок скрыть. Так, и давайте посмотрим настройки. Тема у нас доступна только Default. Вот этот параметр второй, я чуть позже о нем поговорю, пока его не трогаем. Анимация появления. То есть здесь очень красиво можно сделать, как вы хотите, чтобы это окно появлялось. И здесь в списке большой выбор анимации. Можете просто выбирать, посмотреть, как вы хотите, чтобы анимация появилась. Ниже параметр в секундах это скорость анимации. За синий ползунок можно двигать. И в сплывающем окне видно, насколько анимация будет, то есть скорость анимации будет происходить. Вот одна секунда, полторы секунды, две секунды. Но я не буду трогать, оставлю 0,5. И когда человек, например, закрывает по крестику данное окно, ниже представлена анимация, когда окно должно уйти. То есть мы даже можем выбрать, как уйти данному окну. То есть задать другую анимацию, например, тоже красивую, чтобы она как-то по-другому закрывалась. И также ниже идет опция скорости анимации. Здесь в одну секунду по умолчанию стоит. Дальше title это заголовок данного окна. Я напишу демо. Subtitle это типа подзаголовка. Я просто от балды пишу текст, чтобы вы видели, где это будет отображаться. Дальше источник контента. Есть модуль позиция и html контент. Если модуль позиция, здесь можно выбрать модуль. Но я тут особо не разбирался. У меня там почему-то получается ошибка. Мне достаточно html контента. То есть ниже вы видите редактор. Здесь вы можете все, что угодно сотворить. Поэтому здесь оставляем редактор. Ниже редактор есть такие параметры. Model, background, color. Это цвет заливки всплывающего окна. По умолчанию белый. Можете кликнуть по крестику и выбрать любой цвет. Background image это будет заливка картинкой. То есть если вы даже здесь что-то напишите, весь контент будет находиться на картинке. То есть можно сделать очень красиво. Опять же картинку подбирать. Вы должны здесь загрузить хотя бы одну какую-нибудь картинку. Например, 500 на 500 пикселей. Чтобы посмотреть, как оно будет выглядеть. А дальше уже отталкиваться. Я заливать не буду. И model text color. То есть тот текст, который вы здесь пишете. Задать цветовому можно этот последний параметр. Оставим так пока. Какой тут недостаток? Вы помните, Joomla режет код. И здесь видите, не выводятся внизу кнопки. Нужные кнопки. Сорсер того плагина, через который мы вставляем с вами какой-то код. Давайте попробуем вставить видео с YouTube. Что мы для этого делаем? Мы пока оставляем его как есть. Сохранить и закрыть. То есть я вам советую так сделать. Вы просто перейдите в создание статьи. И просто мы контент отсюда перенесем. У нас здесь есть кнопочка код. Вы либо вот эти вот шорткоды сорсер копируете. Давайте попробуем так сделать. Я прям вот это я удалю. Скопирую, чтобы просто от руки не писать, вырезать. Закрываю статью. Не знаю почему. Перехожу в менеджер модулей. Почему-то у редактора здесь не выводятся кнопки. Это единственное неудобство. В остальном мне очень нравится данный модуль. Этот текст, который находится, он для примера. Вы его полностью удаляете. Можете здесь вот так вот, Ctrl-V, вставить наши теги. Давайте перейдем в YouTube. Заходите в какой-то ролик. Потом здесь поделиться. HTML. И забираем код ролика. Возвращаемся и между тегами вставляем наш плеер. Давайте пока на этом уровне сделаем сохранить. Не забываем перейти на вкладку привязка к пункту меню и назначить. Я назначу на всех страницах, чтобы увидеть данный модуль. Сохраняемся. Итак, обновляем страницу. И я увожу мышь, что мы видим. У нас есть ограничения здесь на модальное окно. Но если мы хотим вот так вот плеер вставить видео в таком размере, надо будет отказаться от заголовка, от текста. И если вы используете анимацию для модульных позиций, видите, как получается, они налазят друг на друга. Самое простое это отказаться от анимации. Если вам вот это модальное окно очень нужно. Смотрите, как будет. Если мы убираем, например, текст, выбираем заголовок, сохраняемся, обновляем сайт, увожу мышь наверх. Вот сейчас видео смотрится уже лучше, да? Опять же, текст все равно какой-то нужен, да? В начале или в конце. Я пока сейчас выйду из модуля и отключу анимацию. Итак, я отключил анимацию, вставил текст необходимый до ролика, сохранился. Идем на сайт, обновляю страницу. Вот, смотрите, как получается, да? Текст нормально виден. Ролик виден. Ролик не улазит никуда. Так что здесь вот таким образом можно разместиться. Видео проигрывает все нормально. На весь экран тоже делается видео. Но я не думаю, что вы будете размещать здесь видео. Это просто пример. Например, вы сможете вставить сюда форму, например, от смарт-респондера, подписку, какой-то текст. Может быть, даже аудио ваше сообщение. Вставить сюда какой-нибудь плеер, например, с вашим голосом, да? Что вы рекомендуете там изучить какой-то бонус, материал и так далее, да? Помните, что здесь, в этом окне нужно вставлять действительно ценный материал, чтобы человека не раздражать, и чтобы человек потом пришел на ваш сайт снова. Ваш сайт должен быть полезный. И теперь момент. Как сделать так, чтобы человек может к вам прийти завтра, и это предложение ему не выскакивало каждый раз, то есть после каждой перезагрузки страницы. Вот я перезагрузился, я пытаюсь закрыть сайт, и опять всплывает это окно. В настройках модуля вот эта вторая опция вы включаете в положение «Нет». Это как раз-таки нужно для отладки, когда зажата была кнопка «Да», чтобы вы могли настроить данное окно как вам нужно. И чтобы видеть изменения, вам нужно каждый раз перезагружать страницу, чтобы посмотреть, все ли в порядке с данным окном. А когда у вас все готово, вы здесь вставляете кнопку «Нет». Я не знаю, как идет подсчет, то ли по браузеру он смотрит, то ли по IP. Если вы поставите «Нет», то человек увидит это окно только один раз. Ну и еще один недостаток, да, то, что мы имеем фиксированную высоту данного окна. То есть если сейчас я ниже напишу какой-то текст, здесь вот обрезано у меня слово, напишу текст вот такого же размера ниже, оно у нас будет висеть за пределами окна. Конечно же, в коде можно исправить это, заглянуть в код и расширить данную область. Если вам это будет необходимо, напишите мне. Я на форуме, на своем поясню, как сделать так, чтобы увеличить данную область окна, если вы сами не справитесь. В общем, на этом все. Используйте данный модуль аккуратно. До новых встреч! Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном – это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.